Мы решили изучить рынок самостоятельный. В качестве примера рассмотрим, как изменился рынок жилья в Ахтубе. И как сообщают наши коллеги, в регионе там действительно в этом году зафиксирован резкий скачок цен. По данным риэлторов, квартиры, которые в начале года стоили по 7 миллионов тенге, сейчас продают по 8,5 миллионов. В чем причина роста цены и как это отразилось на количестве сделок купли-продажи жилья, расскажет Наталья Салькова. Семьи Сарсеновых на квартиру копили последние несколько лет. Макзуда и ее супруг работают учителями в сельской школе. Их старшая дочь в этом году поступила в университет в областном центре. Чтобы у студентки было свое жилье, решили купить квартиру. Когда собрали необходимую сумму, оказалось, и ее теперь не хватает. Квартиры дорожают постоянно. Приезжала в августе, неделю искала, присматривалась к ценам в Ахтубе. Квартиры, которые тогда стоили 7 миллионов, 7 миллионов 700 тысяч тенге, сейчас подорожали до 8 миллионов, 8 миллионов 800 тысяч тенге. По данным риэлторов, цены на вторичное жилье выросли буквально за последние полгода. Если в начале лета двухкомнатную квартиру можно было купить за 7-8 миллионов тенге, то сейчас такое жилье продают уже за 10 миллионов. Однако экономических предпосылок для такого скачка цен нет, считают риэлторы. Специалисты говорят, владельцы жилья искусственно завышают стоимость квартир. При этом покупательская способность из-за пандемии сейчас не самая высокая. Касательно вторичное жилье, у нас по районам колеблется от миллиона до трех миллионов изменений. Последние месяцы, начиная с июля месяца, цены искусственно поднялись. Оснований такого нет. Один человек поставил, стоимость квартиры 9 миллионов, он поставил 11, сосед увидел, почему у меня квартира лучше этого, и вот так. Причем цены на первичное жилье и частные дома существенно не изменились, говорят специалисты. Выросла стоимость двух- и трехкомнатных квартир на вторичном рынке. Один квадратный метр в таких квартирах, начиная с июня, стал обходиться покупателям дороже на 6,2%. Впрочем, рост цен на квартиры, по данным департамента статистики, наблюдается еще с прошлого года. Если сравнить октябрь 2019 года с октябрем 2020 года, то наблюдался рост цен на благоустроенное жилье для 10,6%, а неблагоустроенное на 1,3% за квадратный метр. В период января-октябрь 2020 года в сравнении с январем-октябрем 2019 года был отмечен рост на благоустроенное жилье на 3,4%. Риэлторы говорят, что из-за резкого скачка цен на квартиры количество сделок купли-продажи жилья снизилось. Сейчас в этом агентстве продают несколько квартир в месяц. Покупатели ждут снижения цен. Однако как дальше будет складываться ситуация на рынке недвижимости, специалисты пока не берутся прогнозировать. Наталья Салькова, Айдадин Булдобеков. Итоги дня. Октубе.